Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Я очень рада, что сегодня в программе «Лучшая в стране» в гостях певица, заслуженная артистка России Варвара. Варвара, добрый день! Добрый день! Мы очень рады тебе, правда, искренне говорю. Спасибо, Саша, спасибо огромное. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла сегодня и за эту невероятную красоту, которую ты всегда одаришь нам в своих клипах. Ну, помимо своей внешности и замечательных костюмов, еще и невероятную природу. Ну, поговорим мы об этом в том числе. Но самое главное, о чем мне хочется сказать в начале программы, это то, что Варвара готовит нам абсолютно новую концертную программу под названием «Лен». 24 октября. Я предлагаю нам прям с этого начать, Варвара, и узнавать прям самые главные подробности из первых уст. С удовольствием. Где это все будет проходить, что эта программа из себя представляет? Значит, это спектакль с собирательным названием «Лен», с русским названием «Лен». Это означает, что в основном, конечно, здесь будет представлена вся русскость в этой программе. Это большое концертное шоу с 4D-декорациями. С экранами и внизу на сцене, и за спиной, и сценическими декорациями в виде льна, с огромным хором «Геликон-Опера». Это будет все происходить на большой сцене театра «Геликон-Опера» в зале Стравинского. Ну, это, наверное, потрясающее историческое место в центре Москвы, поэтому я всех приглашаю. Там мы будем петь самые настоящие, знакомые всем песни. Это будут и русские песни, и это будет классика. Это будет классика наших русских композиторов. Ну и, конечно же, хиты, которые звучат. Классика — это романсы какие-то будут звучать? Это будет классика «Римский Корсаков», «Бородин». Это не романсы, это «Арии из опер». Их будет несколько, да. Но вот мы решили подойти с таким обращением, потому что работаем в «Геликон-Опере». У меня классическое образование, и очень хочется, конечно же, использовать это. И показать себя во всей красе. Потому что к этому действительно прикасаться очень-очень нужно аккуратно. Поэтому я долго к этому стремилась, готовилась, но вот наконец-то это свершится. Там же, в этом концерте, насколько я знаю, будут музыканты и инструменты, какие-то древние русские, их невероятное количество. Те инструменты, которые мы уже в музыкальных магазинах сейчас не найдём. Да, обязательно будет русская калюка, балканская гайда, обязательно будет курский рожок. В общем, много-много инструментов и духовых, и старая гитара, ситара, которая играется, ну, на ней играют в основном в Греции. Ну и, конечно же, будут перкуссии, и будут потрясающие виртуозы, гитаристы, мои братья будут. Ну и, в общем-то, другие инструменты задействованы в этом концерте. Поэтому это всё будет только исключительно живой звук, и будет интересно. Приставка спектакль, она всё-таки с чем сопряжена? Почему это? Вы знаете, будут какие-то монологи звучать? Это будут не монологи, это будет закадровый голос, который, в общем, идёт как сквозное действие, наверное, женщине, которая обрела счастье на Руси. Ну, так скажем, вот такая вот русская история, которая будет соприкасаться, вот как раз хор будет задействовать там, ну и будет вот такое некое действие. Будет минимум разговоров, будет максимум пения, будет очень интересно, ничего не будет лишнего, будет вот такая вот красивая русская история. И, как мне теперь уже кажется, прозветительская, да, образовательная, наверное, правда? Ну, конечно, да. У нас сценарий писала Марина Скалкина, это очень знаменитый сценограф и сценарист, она же историк, она прекрасно знает даже заклинания. Да, потому что вот, например, да, читаю, что Варвара в этом концерте представит пред нами как ведунья, как знахарка. Да, вначале это будет именно так. То есть без колдовства там точно не обойдётся. Не обойдётся. Скажи мне, пожалуйста, ты поёшь на нескольких языках, включая там древние, интересно, здесь всё-таки будет только русский язык или тоже можно будет послушать какую-то другую речь? Обязательно. Как раз это будет вот и гельский язык, и шведский. Даже хотите, я вам спою сейчас что-нибудь на каком-нибудь древнем языке? Конечно. Ну, шведский, гельский, иврит, арабский, какое выбирайте, в общем, на шесть семи языках я могу спеть. Давайте хотите на гельском, на старогельском языке? Да, конечно, давно в нашей студии, тем более, не звучало подобного, пожалуйста. В общем, вот такая вот история. Браво. Привет рэперам. В общем, да, большой, я думаю, что сейчас так затылочки-то почёсывают уже сидят наши рэперы. Варвара, скажи, пожалуйста, мне, дорогая, сколько человек на планете Земля понимают тебя сейчас, вот, то есть этот язык? Ну, на самом деле, вот, пять тысяч населения планеты на гельском, сейчас говорят, на старогельском, на древнегельском языке. Ты где-то в своём интервью сказала, что вообще на древних языках легко петь, легко петь, говорит Варвара. И я подумала, может быть, это в связи с тем, что, в общем-то, и понимающих-то уже крайне мало, поэтому ну пой себе, там что-то складывай, складывай такое, на мелодию накладывай. Ну, в общем, я хочу сказать, что отчасти, наверное, Саша, ты права, потому что старые языки, они очень легко ложатся на голос, потому что люди разговаривали мало, они в основном изображали звуками, потому что старые языки, они достаточно были простые, простые в общении, там одно слово, оно могло обозначать несколько значений, вот, поэтому, конечно, петь на них достаточно легко. Но у моих музыкантов, когда я вот эту песню спела, им сказала, что, ребят, вам надо будет выучить это все за две недели. Ну, потому что бэк-вокал нужен, конечно, в песне. Да, я сказал, что это взрыв мозга, что они не готовы. Ну, почему у всех артистов, как артисты, а наша, что она себе напридумала там опять такое, да? Муж мне вообще сказал, исчезни, я не хочу это слушать. Взрывается мозг. Ну, здесь нет необходимости обращаться к каким-то педагогам и помощникам, или все-таки приходится слушать какие-то записи оригинальные, если они существуют вообще? Безусловно, Саша, я очень много путешествую, путешествую не только по России. По России я путешествую там в ряде своих гастролей, и гастроли у меня не только по большим городам, а я заезжаю прямо в аутентику настоящую. Ну и, конечно же, достаточно часто бываю и в Европе, и в Старой Европе, и в Северной Европе, там тоже все объездила. И как раз вот эти накопления, они, наверное, сформировали такую вот некую базу, и я ее применила на себя. На себя, а главное для артиста что? Чтобы это все было органично, и зрителям было это интересно слушать. Скажи, пожалуйста, а в Африке ты была? В Африке я не была. Поэтому пока в репертуаре Варвары нет на африканских языках пенсии. Это, наверное, единственное место, где я не была. Но все еще впереди, про путешествия обязательно поговорим, тем более недавно был отпуск. Ты делилась потрясающими фотографиями, за что тебе отдельное спасибо, еще и историческая какой-то интересная информация. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть «Летал, допела». Ну, эту песню вы все прекрасно знаете, я уверена, и любите. Так что внимание на экраны, громче приемники. Программа продолжается. У нас сегодня в гостях певица Варвара, друзья, 24 октября. Вот сейчас нужно обязательно пометить этот день в календаре в своем, в органайзере где-то. И обязательно отправиться дружно в Театр Геликона Опера новая концертная программа. Концерт-спектакль Варвары Лен. Говорим мы о спектакле, ну и попутно, конечно, затрагиваем разные темы. Вот, в частности, до выхода на музыкальную паузу стали говорить про путешествия, в которых Варвара черпает для себя очень много и музыки, и какой-то интересной информации. Было потрясающее путешествие в Италию. Я так понимаю, что эта страна как-то особо дорога, потому что периодические возвращения туда происходят, да? Да, вот очень удивительно. Я раньше ездила в Италию, но как-то вот мы посещали только большие города, там Рим, Неаполь, Венеция, Верона, ну, как бы вот такие вот. Ну, это знаковые туристические. Да, Саша, сейчас я поняла, что Италия — это совсем не то, что мы видели. Италия — это маленькие городки, маленькие городки, просто с какие-то, вот, может быть, там, 3-4 тысячи, 5 тысяч населения, и не больше, где не найдёшь ни одного туриста. И ни одного бутика, скорее всего, с брендами. Всё есть, всё есть, бутики есть, то же самое. Они есть везде уже. Да, это вообще удивительно, для меня это было открытие. Ну, потрясающие города. Сан-Даниэль, где как раз делают прошутто. Вы знаете, мы прям ходили, думаю, господи, боже мой, как бы мне попить кофе? Так нас встретили там, ну, в каком-то ресторане, нам сказали, вы знаете, говорит, кофе — это вот через дорогу, там другой город будет. А мы здесь опускаем прошутто и красное вино. Вот так. Да, тут же, значит, ратуша, тут же собор, тут же висит картина итальянских художников, которая там бесценная. Например, там город Канельяно, да, я, например, не знала, что Канельяно — это ученик знаменитого Тициана. Вот там шедевр его висит в католической церкви, и можно вот так же посмотреть это всё ни одного туриста. А подписчики Инстаграм Варвары уже знают тоже этого художника, потому что Варвара делится и очень искренне. Но при этом, при всём, ты всегда повторяешь, что всё равно самое прекрасное место на планете Земля — это русский лес. Абсолютно. И это говорит человек, который объехал практически весь мир. Ну, как выяснилось, за исключением Африки. Кромя, в кино, в Антарктиде я не была. Да. Ну, скажи нам, пожалуйста, русский лес, ну, чем, чем? Комарами, может быть? Ой, комарами тоже. Ой, какие комары! Я шучу, конечно. Значит, в нашем лесу в июне достаточно, конечно, так находиться не очень приятно, потому что действительно гнус даёт о себе знать. Но в июле уже практически его нет. В мае, мне кажется, это вообще самая великолепная погода. Август шикарный. Вот только что сейчас приехали опять из своих лесов русских. Ну, мы, так скажем, у нас семейное там логово, находится оно прямо на берегу озера. Там хозяйство, да, целое у вас. Лесу. Красота. Да, хозяйство, конечно, тильки для Себа, но оно есть всё равно. Там коровы, масло, и, в общем-то, всё это мы делаем, и курицы, и уточки у нас тоже все свои. Вот, конечно, прелесть. Отдыхаешь всей душой. Там, конечно, забываешь про всякие диеты и так далее. Поэтому я приезжаю, тут, конечно, немножечко так... Обновлённая. Поправилась. А, поправилась? Да, да, да. Но зато обновила всю свою энергетическую составляющую. Я вот сейчас, почему, внимательно смотрю на свой планшет про поправление, и тогда про щучки, которые ты показываешь. Вот, читай, пожалуйста, сообщение из Инстаграма Варвары. Умудрилась сойти с дистанции вчера. Мимо холодильника пробегала, обычно я пролетаю, так вот, бег мой почему-то на одном месте застрял, на вкусноту попала в 9 вечера. Но ничего, сегодня отрабуюсь. Сегодня разгрузочный день, 1 литр кефира, 300 грамм нежурного творога и 6 километров качественной ходьбы и бега. Вот эти срывы, они, как правило, там происходят, да? На Фазенде всё-таки. Ну, в общем-то, да, конечно, потому что, ну, туда, ну, невозможно приезжать и есть один салатный лист капустный, да, и сидеть на кефире с разгрузочными днями. Конечно, туда приезжают гости, мы там делаем большой стол. Это обязательно, и это все ждут этих встреч, потому что выезжаем мы туда, ну, не так часто. Урбанистические совсем стали люди со своими гастролями и съёмками, вот, поэтому совмещать это всё, конечно, стало всё сложнее и сложнее. Нам надо совмещать и разговор, и песни, и сейчас хочу попросить тебя исполнить что-то, возможно, из того, что мы услышим 24 октября в твоём концерте, Лёна. Ой, я с удовольствием это сделаю, но поскольку всё-таки я больше этническая фольк-певица, я, наверное, спою вам русскую песню, которая называется «Ибушки». Спасибо. 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 У крыльца высокого Встретила я сокола Встретила, поверила На любовь ответила Встретила, поверила На любовь ответила Лодочка качается К берегу причалится К берегу причалится А любовь кончается К берегу причалится А любовь все же кончается Ивушки вы, ивушки Деревца зеленые Что же вы наделали На любовь ответили Что же вы наделали На любовь ответили Что же вы наделали Что же вы наделали Встретили 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 и не только в «Геликон-опере». Это, так скажем, ученик Дмитрия Александровича Бертмана. Дмитрий Александрович Бертмана, наверное, знает весь мир. Он ставит не только в России, он ставит и в «Метрополитен-опера», и в Вене. Это самый, наверное, знаменитый режиссер оперы. Поэтому там, конечно, есть чему поучиться. И с ним меня тоже очень много связывает не только «Геликон-опера». Мы учились у одного преподавателя Матвея Ашировского, когда еще учились в ГИТИСе. Какие ожидаемые мнения, наверное, для тебя? После этого концерты, зрители, друзья многочисленные, среди которых очень известные люди. Тебе хочется их удивить или просто оставить удовольствие? Знаешь, мне прежде всего хочется не подвезти «Геликон». Вот так? Да, потому что те спектакли, которые сейчас там идут, это выше всех похвал. Зал набивается битком, билеты туда не достать, в театр. Поэтому, конечно же, когда я туда прихожу, я понимаю, боже мой, думаю, как же им дальше? Вот, допустим, посмотрела «Турандот», посмотрела «Трубадур», посмотрела «Евгений». Я думаю, что же дальше, как сможет Дмитрий Александрович, что он может сотворить с этой оперой, чтобы свою планку еще выше сделать? И он это делает. Силами театра это все происходит. Поэтому я прежде всего хочу не подвезти этот театр. Мне хочется выступить там так, чтобы, ну, хотя бы, если они гордились, то сказали «Молодец, так держать». Так, пятерка просто, да? На следующий год, если захочешь на нашей площадке делать концерт, мы будем рады тебя видеть. Кого ты намереваешься пригласить? Ну, я так понимаю, на сцену-то, конечно, другим артистам в этот вечер ходу не будет. Там это спектакль, да, там, в общем-то, это не концерт. Концерт мы сделаем совершенно... Творческий вечер — это другая история. Это другая история, да, когда творческий вечер для артиста собирает друзей и так далее. Нет, тут друзья будут в зале, будет обязательно мой учитель Лев Лещенко, будут мои друзья из Первого канала, ведущая Арина Шарапова и режиссер Юрий Грымов. Ну, и, в общем-то, многие-многие коллеги-артисты, которые вот сейчас я просто вот так даже спрашиваю где-нибудь в гримерке, пойдешь? Ну, конечно, пойду. Интересно всем. Вот, поэтому пригласим. Единственное, что, конечно, билетов уже осталось так мало совсем. Куда сажать народ? Ну, вы слышите, друзья, вы слышите? Надо срочно звонить прямо сейчас или в интернете на сайт заходить, смотреть. Ну, это понятно, что для тех людей, кому кажется, что многовато рэпа, очень, мне кажется, захочется отправиться вот именно на такой концерт, полную противоположность. Варварочка, дорогая моя, скажи, пожалуйста, вот эта вот запись 6 километров бега и качественной ходьбы. Это случается обычно после того, как происходит срыв? Это случается перед концертами или это уже образ жизни из года в год, изо дня в день? Саша, это образ жизни. Я без спорта не могу, без физической нагрузки у меня болит всё. Всё тело и просят. Да. Вот такая, знаете, вот появляется, ну, я думаю, что вам, наверное, тоже это знакомо, да, появляется такая какая-то вот ноющая боль и просто вот стоит пройти там, может быть, не 6 километров, а 3-4 или там пробежать, растянуться. Я не говорю, там надо обязательно проглотить шпагу или, естественно, шпагат. Не нужно этого делать, просто элементарные какие-то вот телодвижения, сходить в бассейн, в конце концов, поплавать. Ну, то есть вот я, наверное, от природы, с детства занималась вот с таким вот девичьим спортом, баскетболом. Да, да. Вот, поэтому всё время у меня вот просят нагрузку. Даже я какие-то боли, там, коленный сустав или ещё что-нибудь, я лечу именно физическими упражнениями. И эти самые физические упражнения случаются даже во время отпуска. Вот в Италии, вот кто бы вот выспался, вот человек пошёл, погулял, сфотографировался. А в Италии всё гораздо сложнее. А Варвара пишет, в 7 утра мы с мужем на пробежке. Да, и не только с мужем, а ещё с дочкой. Просто я всех строю, они у меня все встают по будильнику. Абсолютно правильно. 28-29, как ты будешь бегать в 2 часа или там в 11 часов? Только в 7 утра. 22 градуса, 21, вот только в 7 утра можно побегать вот вдоль набережной и там в парк завернуть. И все счастливы и довольны. Ну раз уж про дочку мы с тобой заговорили, этап новой в жизни начался у Варвары, там теперь студентка в ВУЗе, высшая школа экономики. Какую профессию вы выбрали? Я вообще на самом деле не ожидала, что она так хорошо сдаст ЕГЭ, у неё баллы 96-93, это высоченные баллы. Это гениально на сегодняшнее время, да. Да, я думала, что это будет там 75-80, потому что вот она не, как сказать, не такой ученик, который вот сидит дома, карпит, там как-то вот зубрит. Она не зубрила, она успевает везде и погулять, и пообщаться, и кино какое-то снять, и попеть. И с мамой выступить в Кремле? Да. На сцене? Да. И попеть, и порисовать, везде её хватает, конечно, она очень сильно устает. Вот, ну вот это как-то вот она смогла так собраться, подготовиться, и сдала очень хорошо экзамены, поступила в высшую школу экономики. Ну, вообще успехов. Спасибо. Желаю выскренне. Правда, совершенно не по моей, я даже не смогу ей там помочь, это экономика и финансы, где я вообще профан. Ну, будем уже ждать помощи тогда от Варвары, от самого мамы. Ну, давай прибежимся тогда вот по остальным деткам, их ещё трое, ну, один твой старший самый. Старший, да. Политолог, это правда? Ну, он больше, наверное, всё-таки связи с общественной. Увлекающийся политикой человек. Да, политикой увлекается очень сильно, да, потому что он закончил политологию, но работает с общественностью, работает в ГЛОНАССе, то есть это у него IT-технологии, он в этом хорошо очень разбирается. Вот. Средние у нас как раз тоже IT-технологии, но сам предприниматель зарабатывает неплохо, так скажем, не отходя от компьютера. Мечта многих, на самом деле. Да, но тоже работает в компании известной, вот. А Серёжа сейчас вот у нас тоже уже определяется, ему 25, он как-то резко повернул из области в другую совершенно. Но не в музыкальную? Нет, не в музыкальную, они все, хотя всех тянет к музыке, особенно вот Ярослава и Варю, там они освоили гитары, попивают чего-то там, Ярослав даже записывается на студии, но это такое хобби, это всё вот просто такое для себя. Ватюшка, ну не обидно? Тебе как артистке такой и хотя бы, ну хоть кто-то из четырёх ты должен был продолжить? Ну, Саша, я считаю, что если у человека есть таланты, помимо пения и нет такого желания, как у меня, допустим, было там с пяти лет, то лучше эту профессию пропустить, потому что она, ну, удаётся, наверное, это же адовый труд, вы же понимаете, о чём я говорю, да? То есть этим нужно, только этим нужно жить и болеть, и только этому нужно себя отдавать. И я вот тут подумала, а ты Варвара, а дочка Варвара, ну как бы, правда, действительно она называлась на сцене, Варвара младшая? Ну, да, что-то не то, в общем, наверное. Поэтому всё правильно случилось. Мы посмотрим сейчас клип и продолжим общаться с нашей гостью, будьте с нами. Программа «Лучшая в стране». Варвара у нас сегодня в гостях 24 октября. Я напомнить вам спешу, новая концертная программа нас ждёт от артистки. Лён называется, встречаемся в театре «Геликон опера». Варвара, что с альбомами? 6 уже выпущено. Будет ли новый? Когда ждать? Вопросы от поклонников. Да, очень хороший, кстати, вопрос. И тоже вот такой же ответ, который я ещё нигде не озвучила. Так, эксклюзив. Да, 24 октября будет ещё и презентация альбома, который называется «Золотой лён». Вот так. Будут собраны самые золотые хиты русских песен, таких, которые там многие слышали, а многие не слышали. И альбом почему называется «Золотой лён»? Потому что он выпущен будет осенью. А осень, 24 октября, золотая. Золотая. Значит, альбомы можно будет приобрести там. Диски тоже в театре. Да, да, да. Всё прям будет там. Будет ли возможность получить автограф от любимой артистки? Конечно, конечно. То есть после концерта? После концерта обязательно. Я везде, где езжу по регионам, у меня просто это даже вот стоит как в райдере. То есть артистка после концерта обязательно встречается со зрителями и фотографируется до этого октября. Ой, ну это замечательно. Далеко не все на это и дадут тебе за это. Спасибо отдельно. Что мы сейчас послушаем? Расскажи, пожалуйста. Я думаю, что надо петь вот как раз в таком русском репертуаре замечательная песня Александра Морозова «В горнице моей светло». Ох, отлично! В горнице моей светло это ночной звезды. Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды. Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды. Красные цветы мои в садике запяли все. Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды. Лодка на речной милит, скоро догниёт совсем. Лодка на речной милит, скоро догниёт совсем. Лодка на речной милит, скоро догниётесь. Завтра у меня под ней Будет кропотливый день Завтра у меня под ней Будет кропотливый день Буду поливать цветы Думать о судьбе своей Лодку на речной Буду мастерить себе Лодку на речной Буду мастерить аж тебе Горница моей святой Эта ночной звезды Матушка возьмет ведро Молча принесет воды Матушка возьмет Ведро Молча принесет Молча принесет Варварочка, скажи пожалуйста Но Михаил, твой супруг Замечательный Он ходит на концерты твои? Потому что все знают Что 10 лет же не ходил В самом начале Он и сейчас не ходит Он и сейчас не ходит И 24 октября его не будет? Нет, 24 он придет Конечно же По-моему, последний раз Был, по-моему, 3 года назад Был у меня в Москве концерт В Доме музыки Приходил А с чем это связано? Что ты человеку дома Достаешь репетициями своими? Да нет, в общем-то Это, наверное, связано с тем Что он очень занятой человек И как бы В общем-то Творчество мое Оно как-то не касается дома совсем То есть я могу показать Какую-то хорошую песню Или вот снятый клип Он скажет Да, там, это круто Но не более того Ну тогда я тебя спешу поздравить С наступающим событием Концерта Потому что это большое событие Спасибо Мы очень ждем Мы обязательно постараемся быть Спасибо С выходом пластинки Новый золотой лен Ждем тебя с концерта В нашей студии Обязательно Ну и сейчас у тебя есть Прямо минуточка Можешь, если хочешь Поздравить Пригласить всех зрителей Слушателей на свой концерт Пообещать Чего-то такого Чего прежде не слышали И не видели никогда Ну, я всех приглашаю На замечательный концерт Который состоится 24 октября В зале Стравинского В историческом зале Геликона Оперы В центре Москвы Я обещаю Что вы уйдете С огромным чувством Послевкусия Я обещаю Что вы обязательно захотите Еще прийти к нам И мы вместе будем с вами Проводить очень хорошо Это время Приходите Пока еще есть билеты Но уже осталось мало Спасибо большое, Варвар Спасибо за то, что ты делаешь За твой сегодняшний визит Всегда рады И очень любим Спасибо Лучшее в стране